Даже пасмурным петербургским днём эти тонкоплёночные солнечные модули улавливают солнечную энергию и преобразуют её в электрическую. Они установлены на крыше петербургского физтеха и благодаря их работе институт может снижать плату за электричество. Люди давно стремились научиться использовать солнце так, чтобы его энергия превращалась в электрическую. Этим начали заниматься в ленинградском физтехе полвека назад. Этот процесс фактически остановился в 1990-х. И вот пять лет назад здесь создали научно-технический центр, который занимается разработками в области солнечной энергии. Он единственный в России. Система Академии наук это самый удачный пример взаимодействия науки и бизнеса. Нам удалось в ходе наших исследований разработать продукт, гетроструктурный солнечный элемент с эффективностью более 20%. Подобными изысканиями, конечно, занимаются не только в Петербурге, но именно здесь недавно предложили революционные разработки. Технолог Илья Непшаев показывает пластины. Раньше это было стекло, на которое напылен кремний методом плазмохимического осаждения. Такие как раз на крыше НИИ. Ноу-хау вот такие кремниевые пластины, на которые напылен наноструктурированный кремний. С такими модулями как раз и удается увеличить КПД с 9 до 20%. Здесь, собственно говоря, происходит осаждение аморфных слоев на кристаллическую подложку. И тем самым формируется гетеропереход между аморфными слоями и кристаллической подложкой. Научно-технический центр расположен на двух этажах. Лаборатория, где рождаются научные открытия, а внизу под ней промышленная линия в миниатюре, на которой можно тестировать полученные разработки для их последующего внедрения на Новочебоксарском заводе. Таким образом оптимизируется срок передачи научных достижений на производство. Если мы не будем развиваться вместе с отраслью, вместе с точки зрения мирового развития, то тогда, получается, мы будем сильно от нее отставать. Сегодня мы сильно прыгнули вперед и находимся буквально на том же развитии, что и фотовольтайка в мире. 22% сегодня – это весьма неплохой показатель с точки зрения мирового рынка. 16%, 16-18% КПД сегодня – это норма. Оборудование на заводе позволит внедрить новую технологию в короткий срок. До конца декабря собираются построить еще пять солнечных станций. В будущем году – 11 станций. Первая солнечная электростанция, на которой будут установлены модули по новой технологии, скорее всего будет на Алтае. К 2020 году поставлена цель построить в России полтора гигаватта солнечных электростанций. И сейчас мы говорим о том, что идет становление производственной базы, научной базы, которые могли бы обеспечить достижение этой цели. Преобразованная солнечная энергия необходима в быту и промышленности, но не только. Это ближний космос, аэросъемка и разведка – бесперебойный источник энергоснабжения, который можно разместить в труднодоступном месте. И что очень важно – это экологически чистый способ получить энергию. Зинаида Курбатова, Сергей Фадеев, Вести. Продолжение следует...